ПАЛУНДРА САЛАГИ Встречайте, дневник мелодиста номер два. И сейчас я расскажу вам, какие бывают мелодики и чем они отличаются друг от друга. Стоп, стоп, стоп. Какие еще мелодики? Ведь мы обычно говорим про гумные гармошки. А все дело в том, что мелодика это разновидность клавишной гумной гармоники. Или просто клавишной гармоники. Или, как я ее называю, младшая сестра гумной гармоники. Что, не верите? Действительно, современные мелодики достаточно сильно отошли от гумных гармошек. Но если взять мелодику ориентировочно 70-х годов и посмотреть на нее внимательно, то вы увидите, что здесь у нас имеется пластиковый корпус. А сверху и снизу металлические крышки. Пластиковый корпус, он же гребенка, ничего не напоминает? То же самое касается крышек. Только вместо отверстий у нас всего одно отверстие сбоку. И клавиши, которые высвобождают при нажатии тот или иной язычок внутри инструмента. Язычки. Все прямо как гумной гармошки. Кстати, о гумных гармошках. Я даю уроки игры на хроматических гармониках. Это такие гармошки с кнопкой. Все ссылки на контакты будут в описании. Пишите, звоните. Первый урок бесплатно. Спешите. Будем учиться играть на гармошке вместе. Ну и раз мы начали с отличий старых мелодик от новых, давайте разберемся с этим поподробнее. Во-первых, материалы. Как я уже говорил, раньше крышки были металлические. Сейчас они преимущественно пластиковые. Ну вот есть, к примеру, мелодика от фирмы Сузуки, у которой крышки вообще деревянные. Есть металлические у модели Хаммонд. А если взять современные мелодики фирмы Хонер, то есть даже крышки из карбона. Скорее, это не то, чтобы крышки. Сами видите, что сложно назвать это прям крышками. Скорее, это правильно называть корпусом. Клавиши же в основном делаются из пластика, хотя на уже упомянутой деревянной мелодике от Сузуки клавиши деревянные, как и корпус. Кстати, Сузуки, и это еще одно отличие, неправильно называть мелодикой. Дело в том, что они называются мелодианами. Видимо, название пошло от аккордеона. Мелодики называют Хонер. Видимо, от слова Хармоника. То бишь, гумная гармошка. Что касается Ямахи, еще одного ведущего производителя, помимо Сузуки и Хонер, то они вообще называют свои инструменты пианиками. Ну, видимо, смесь Хармоника, слово и пиано. Возвращаясь к различиям в материалах, клавиши, корпус, это все, конечно, хорошо, но это не особо влияет на звук, в большей степени являет на звук язычки, которые внутри инструмента. Так вот, Сузуки делают язычки из фосфорной бронзы, так же, как у гумных гармошек, между прочим. А Хонер делает язычки из меди. И в плотном миксе, конечно, разницы особо слышно не будет. Там есть барабаны, гитары, бас, что-то еще. Но в разряженном миксе, просто под гитару или под клавишный, или вот так вот сольно, разница будет слышна. Ну, и, конечно же, мелодики друг от друга отличаются монштуками. Вот в Сузуки огромный выбор монштуков, есть и такой монштук, и сякой, есть и монштук, как я его называю, змейка. И самое гениальное, что, по-моему, и придумали, собственно, Сузуки, это гофрированный монштук, который позволяет играть на инструменте двумя руками. У Хонер и Ямахи в этом смысле не так богато. Хонер, как раньше предпочитали плоские монштуки, так сейчас и предпочитают, хотя они имеют немного иную форму. И у них есть свой, как бы, аналог гофрированного монштука. И Ямаха тоже имеет плоские монштуки, которые похожи на монштуки Хонер. Еще одно отличие, мелодики, будем все назвать мелодиками для простоты, от гумной гармоники заключается в том, что здесь скапливается влага, и ее необходимо выдувать. Механизмы выдува также отличаются у производителей. У Сузуки он сбоку, как правило, хотя на отдельных моделях есть вариант кнопочки снизу. То есть вы просто нажимаете на кнопку и выдуваете. Выдуваете скопившийся конденсат. У Хонер, по крайней мере, на старых моделях также снизу расположилась кнопка. А вот у Ямахи она сверху, примерно вот здесь. Вот сравниваем с гумной гармошкой мелодику, и оказывается, что здесь отличается, там отличается. А в чем же они схожи? Можно ли бенды брать на мелодике, как на гумной гармошке? Можно. Можно ли трель играть? Тоже можно. А вот что нельзя делать на мелодике, так это самое важное на самом деле. Играть в кружку. То есть вот так вот в кружку в качестве резонатора на мелодике не поиграешь. Можно даже проверить. Вот, возьмем мелодику. Кружка, кстати говоря, от канала Harpure. Подписывайтесь. Поиграем. И Ничего не получилось. Йо-хо-хо. Это была, конечно же, шутка. Вот, кружка целая. Но если говорить серьезно, то мелодики друг от друга отличаются диапазоном, и это важно. Диапазон – это количество октав, которые можно сыграть на инструменте. На мелодиках это количество считается количеством клавиш. Причем даже считать не нужно. Зачастую эта цифра есть в названии. Вот здесь, например, Piano 26. То есть 26 – это количество клавиш на этой мелодике. Это чуть больше двух октав. В одной октаве 12 клавиш. Ну или, правильнее сказать, нот. Вот на этой Suzuki 24 клавиши. И это тот минимум, который может предложить вам фирма Suzuki. Две октавы, либо 24 клавиши сейчас, либо 27 клавиш. Honor, как я уже сказал, предлагает 26 клавиш, две октавы. А вот Yamaha – 25. Но здесь еще нужно смотреть, что это за ноты. Потому что у Honor, что тогда, что сейчас, двухоктавная мелодика начинается с ноты Си малой октавы. В то время как у Suzuki и у Yamaha с ноты Фа, у Suzuki в этом плане вообще все сложно, но об этом чуть позже. Помимо двухоктавных мелодик, есть еще двух с половиной октавные. Это 32 клавиши. Причем здесь все просто. Yamaha 32, Suzuki 32, Honor 32. И 37 клавиш – это трехоктавные мелодики. Вот, например, как вот эта. У Suzuki, помимо трех октав, еще три с половиной октавы. Suzuki Hammond 44 клавиша. Там диапазон начинается аж от до малой октавы. Теперь поговорим только о Suzuki, потому что у них диапазоны еще делятся на альт, сопрано и бас. Это представитель альтов. У него диапазон начинается от Фа. Малой октавы. Это представитель басов. У него все начинается от Фа большой октавы. Есть еще представители сопрано. Там либо все начинается от Фа первой октавы, это будет 32 клавиши. Либо от Фа второй октавы, вообще самая высокая мелодика. Ну, чтобы было понятно, что такое Фа второй октавы, то это вот здесь, на типичной альтовой мелодике. Но что это значит на практике? На практике это значит, что чем больше диапазон, тем больше мы можем себе позволить сыграть на инструменте. Тем больше произведений, мелодий, соло-партий нам доступны. Ну и для наглядности, сыграем одну и ту же партию на представителя, можно сказать, альто, баса и сопрано, но в качестве хонора. Ну что ж, теперь, я думаю, разница очевидна. Еще краткий экскурс в историю. Раньше у Сузуки некоторые мелодики начинались не с ноты Фа, как сейчас, а с ноты Соль. Ну, чтобы вы знали. Плюс диапазон еще позволяет играть в целом разные партии. Вот, например, басовая мелодика, она не просто так названа басовой. На ней можно сыграть какие-то басовые линии. Вот, например, вам Охотники за привидениями. А поверх этого можно сыграть заглавную мелодию из тех же Охотников за привидениями. А на другой мелодике сыграть аккорды из этой же самой композиции. И вот, пожалуйста, готов ансамбль из мелодика. Или не обязательно мелодик, можно под ту же гитару играть или клавиши. Но то, о чем мы сейчас говорили, это все стандартные мелодики. А есть еще нестандартные. Вот, например, такая мелодика от Honor с трубками, как бы, звучит очень интересно. Я оставлю ссылку в описании на канал, где вы можете посмотреть ее звучание. А сейчас я покажу вам другую мелодику от Suzuki, которая даже не мелодика, а называется Endes или Andes, не знаю, как правильно читать. 25 клавиш, между прочим. И визуально эта мелодика, ну, если не считать интересного корпуса, но на практике звучит она, как флейта. А все потому, что внутри вместо привычных нам язычков спрятаны трубки, похожие на небольшие такие блок-флейты разной длины. Чем длиннее трубка, вот самые длинные, вот здесь расположены, потом они все уменьшаются и уменьшаются, ближе к концу корпуса. Так вот, самые длинные, они самые низкие, самые короткие, самые высокие. Конечно, это не совсем мелодика или мелодион, называйте, как хотите. По звуку это скорее флейта, но функционально управляется все практически так же, как и на стандартных мелодиках. Наверное, поэтому у Suzuki этот инструмент расположен в разделе именно мелодионов, а не каких-нибудь других инструментов. Подведем итог. Чем же отличаются друг от друга мелодики? Ну, во-первых, не все это мелодики. Есть мелодия, есть пианики, есть еще другие названия, кстати говоря. Также они отличаются материалами, с которых они изготовлены. Да, пластик рулит, но если посмотреть детально, то окажется, что где-то есть карбон, где-то есть дерево, где-то есть сталь. И язычки. Самое главное, язычки отличаются. Отличаются размерами. Кстати говоря, диапазон непосредственно влияет на размеры. То есть, чем больше диапазон, тем, как правило, больше инструмент. Теряется компактность. Ну и, собственно, диапазоном уже упомянутым. Да, инструмент не такой компактный, но зато можно сыграть гораздо больше. Можно и аккордов больше взять, и в басу что-то поиграть, если у нас там расширенный диапазон, и наверху что-то поиграть, если у нас там расширенный диапазон. Кстати, также есть деление у разных производителей на профессиональные и непрофессиональные. Вот у Honor есть Student серия, есть серия более продвинутая. У Suzuki есть серия Professional, есть серия Semi Professional, как вот эта мелодика M37C. А вообще, как по мне, то только Suzuki сейчас позиционируют свои мелодики как профессиональные инструменты. Остальные производители Honor, Yamaha, мне кажется, что больше позиционируют инструмент как casual, ну то есть поиграть в свободное время от работы, от чего-то еще, у себя дома или в компании грузей, и не больше. Ну а на этом все. Кстати, музыка, которую вы слышали все это время, сыграна на этих самых мелодиках. Что касается продолжения рубрики, то все зависит от вас. Будете хорошо смотреть, как первый выпуск этой самой рубрики. Она продолжится. Будете плохо смотреть, то тут же я не знаю. Поэтому я с вами прощаюсь. Поднять паруса. Полный вперед! Поднимаем! Поднимаем! Поднимаем!